Тема сегодняшнего нашего урока Окружности, описанная около треугольника и вписанная в треугольник Сегодня на уроке мы с вами займемся только описанной около треугольника окружностью Мы познакомимся с вами с определением окружности, описанной около треугольника Выясним, что является центром окружности, описанной около треугольника, а также научимся выполнять или строить окружности, описанные около треугольника. Сначала повторим с вами, что же такое окружность. Что же такое середина перпендикуляра? Середина перпендикуляра – это прямая, проходящая через середину отрезка перпендикулярной ему. Обратите внимание, вот у нас отрезок АВ, О является серединой, а О у нас равно ОВ, и прямая А у нас проходит через середину отрезка АВ. Значит, прямая А, и есть у нас серединный перпендикулярный. Ну а теперь определение, какая же окружность называется описанной. Окружность называется описанной около треугольника, если она проходит через все вершины этого треугольника. На чертеже мы с вами видим, ОА равно ОВ, равно ОС и равно радиусу. Все вершины треугольника С, В и А лежат на окружности. Значит, данная окружность является описанной. А теперь выясним, что же является центром окружности, описанной около треугольника. Итак, формулировка теоремы. Центр окружности, описанной около треугольника, лежит в точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника. Сейчас мы с вами научимся строить описанной окружности и находить центр, описанной около треугольника окружности. Постройте, пожалуйста, треугольник АВС. Пусть это будет остроугольный треугольник. Далее. Каждую сторону треугольника разделите пополам. И через середины проведите перпендикуляры. Вот я провела середины перпендикуляров к стороне АС. Теперь середины перпендикуляров к стороне ЦВ. И, наконец, середины перпендикуляров к стороне АВ. Все эти середины и перпендикуляры у нас пересеклись в одной точке. Обозначим эту точку буквой О. Вот эта точка О как раз является центром окружности, описанной около треугольника. Теперь берем циркуль и проводим окружность с центром в точке О и радиусом ОА. Итак, описанная окружность у нас построена. Все вершины треугольника, обратите внимание, лежат на этой окружности. Теперь докажем эту теорему, еще раз ее сформулируем. Центр окружности, описанной около треугольника, лежит в точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника. Значит, нам надо доказать, что точка О является центром пересечения серединных перпендикуляров. На предыдущих уроках мы с вами познакомились с теоремой о том, что если диаметр окружности проходит через середину хорды, то он перпендикулярен ей. Обратите внимание, стороны треугольника АВС являются хордами окружности хорда АС, хорда ВС и хорда АВ. Таким образом, мы можем сказать с вами следующее, что наши серединные перпендикуляры к стороне АС, серединные перпендикуляры к стороне ВС и серединные перпендикуляры к стороне АВ совпадают с диаметрами данной окружности. А все диаметры у нас пересекаются в точке О. Значит, мы с вами доказали, что точка О, центр описанной окружности, является точкой пересечения серединных перпендикуляров. Далее, не менее важный материал о том, где находятся центры, описанные около треугольника окружности, в зависимости от того, какой это треугольник. Остроугольный, прямоугольный или тупоугольный. Итак, есть ли треугольник остроугольный? Обращаем внимание, центр, описанный около данного треугольника окружности, находится внутри этой окружности. Мы с вами, ну, сегодня вот строили этот центр. Далее, следующий треугольник – прямоугольный. Обратите внимание, где находится центр. Итак, центр окружности, описанный около прямоугольного треугольника, лежит на гипотенузе этого треугольника и является ее серединой. Вот у нас центр, описанный окружностью. Следующий треугольник у нас тупоугольный. Треугольник А, П, С. Итак, есть ли треугольник тупоугольный, то центр окружности, описанный около данного треугольника, находится снаружи этого треугольника. Вот, обратите внимание, точка О, а вот у нас треугольник А, Б, С. Этот материал пригодится нам сейчас при решении задачи. Итак, задача. Дана окружность с центром в точке О. Медиана О, С, треугольник А, Б, С равна 6 см. Найти диаметр окружности. Прежде чем записывать условия задачи, мы должны с вами порассуждать по чертежу. Итак, так как у нас окружность описанная, а О – центр описанной окружности, то все вершины данного треугольника должны лежать на окружности. Далее. Так как у нас медиана С, О, то получается, что центр окружности лежит на стороне треугольника А, Б. Обратите внимание, на стороне треугольника А, Б. Значит, для решения этой задачи нам подходит второй случай. Значит, та же треугольник А, Б, С – прямоугольник. Вот у нас медиана С, О. И вот у нас центр описанной окружности. А центром описанной окружности около прямоугольного треугольника является середина гипотенузы. Итак, допишем условия задачи. Дано треугольник А, Б, С, О – центр описанной окружности, О, С – медиана, и О, С – равно 6 см. Найти диаметр. Решение. Так как О является центром, описанной около данного треугольника А, Б, С и окружности, то ОА равно ОБ, равно ОЦ, ОА, ОБ, ОЦ и равно радиусу. Следовательно, наша медиана ОЦ совпадает с радиусом. И так как у нас медиана равна 6 см, то значит и радиус тоже равен 6 см. Из предыдущего материала мы с вами знаем, что диаметр равен 2 см. Значит, Д равно 2Р, Д равно ОЦ. И отсюда находим Д. Д равно 2 умножить на 6, получается 12 см. Итак, ответ. Диаметр данной окружности, описанной около треугольника А, Б, С, равен 12 см. А теперь домашнее задание. Мы с вами сегодня познакомились с определением описанной окружности и выяснили, что является центром окружности, описанной около треугольника. Поэтому в учебнике на странице 56-57 есть пункт 4.1.2. Выучите, пожалуйста, определение данное, какая окружность называется, описанная около треугольника, что такое серединный перпендигуляр и формулировку теоремы. А также выполните, пожалуйста, практическое задание. Практическое задание следующее. Построить окружность, описанную около тупоугольного и прямоугольного треугольника. Большая просьба. Окружности, описанные около тупоугольного и прямоугольного треугольника, строить по алгоритму. То есть, построили треугольник, провели серединные перпендигуляры, нашли точку пересечения и только потом провели окружность. То же самое и для прямоугольного треугольника. Удачи вам при выполнении домашнего задания!